Всем привет! Вот и приехали мы в наш дом Краснодарский край. Приехав домой Машу ждал неприятный сюрприз. Подъехав к дому, как обычно Маша пошла проверять почтовый ящик. Там как раз пришли квитанции заполненные услуги. Достав квитанции из почтового ящика Машу сразу же атаковали осы. Дело в том, что пока нас не было дома, осы сделали гнездо в почтовом ящике. В результате осы Машу укусили аж целых два раза в руку. Рука опухла и Маша опять расстроилась, сказав, что дом ее не любит и не пускает. «Отходите, отходите, отходи, говорю». Но дальше нас ждали новые сюрпризы. Когда зашли в дом, оказалось, что вышел из строя водяной насос, который расположен в подвале нашего дома. А без этого насоса помыться просто не удастся. Вообще наш дом подключен к центральному водопроводу, который проходит по всей деревне. Но напор воды в этом водопроводе очень плохой. Вот такая струйка воды. Это естественный напор воды этого водопровода. И чтобы сделать его мощнее, в подвале расположен вместительный бак, хранилище для воды. И только с помощью насоса создается хорошее давление и напор воды. Так и легли мы спать, не помывшись. На следующее утро мы уже думали ехать покупать новый насос, который, наверное, стоит недешево. И поэтому я решил еще раз спуститься в подвал и хорошенько осмотреть насос. Сейчас я нахожусь в подвале нашего дома на юге. Мы приехали и тут образовалась у нас маленькая проблема. Двигатель видно заржавел и еще что. Короче, не идет подача воды. Сейчас попробую его отремонтировать. Не знаю получится у меня или нет. Если не получится, то придется покупать вот этот насос вот такой новый. Значит, как устроена у нас система водоснабжения. Значит, вот идет вод воды, вот по этой железной трубе. Она набирается вот в эту емкость. Для чего это сделано? Потому что напор в водопроводе очень маленький. И чтобы в доме был хороший напор воды, стоит вот этот насос. Вот в эту емкость набирается вода и потом насос ее закачивает. Вот туда вот в дом. Сейчас буду откручивать и смотреть. Один открутил. Это что-то не могу. Тут шестигранник идет. Вот, все провернулся. Ладно, сейчас откручу, потом покажу. Что-то так. Ну вот, разобрал этот двигатель. Вот здесь вот насос. Здесь вот все заржавело. Сейчас вот выдышкой здесь немножко смазываю. Посмотрим. Вот видишь, легко стало путиться. Надеюсь, что заработает все. Все хорошо стало. Что проверим? Включим. Все заработало. Что? Все работает замечательно. Не пришлось покупать новый насос. А демонтировал этот. Ну и дальше нас ждали неприятные сюрпризы. Немного по работам сломался практически новый электрочайник. К счастью, у нас в запасе был обычный. Теперь кипятим воду на газовой плите. Ну и напоследок бонусом сломался еще кран в ванной. Доехали мы хорошо, но в этот раз путь занял немного больше времени. Ехали мы трое суток. Два раза останавливались переночевать в гостинице. Обычно ночуем один раз. Когда приехали устали с дороги, в гараже стоял прицеп. Сейчас уже выгнали его. Вот он. Стоял прицеп в гараже. И как-то лень было выгонять его прицеп и машину загонять. Поэтому машину оставили вот здесь вот на улице. И значит что произошло? Жара сильная была. Навигатор я забыл тоже убрать. И весь пластмасс расплавился. Видите как? Вот такая вот жара расплавила весь держатель. Там кто-то спрашивал как вообще машина. Вот эта Mazda. Вообще машина нравится. Она даже меня удивила немного. Я думал она будет жрать бензин намного больше чем Priora. Вот сейчас покажу по расходу. Показывает на сколько километров осталось солярки. Сейчас. Это средняя скорость. Вот. Так. Вот расход на 100 километров 6,8 литра. Это нормально. Priora чуть-чуть немножко меньше жрет бензина. Ну а так что тут? Кондиционер есть. Все приятно ехать уже в такой машине. В Priora нет кондиционера конечно. Единственный какой вообще минус у этой машины. Это низкая посадка. Скрыт он с низки. И можно легкую зацепить что-нибудь и оторвать. Поэтому осторожно я ищу. Сидения. Они как бы мягкие вроде бы. Но в то же время вот на дальнее расстояние такое ездить. На них вообще жопу отсиживаешь. Так что потом кое-как вылазишь из машины и идешь вот так вот. И поэтому я вот купил подушечку такую. В этот раз уже с подушечкой ехал. Вот такая недорогая подушка. Где-то в ленте что ли мы. 200 с чем-то рублей стоит. Вот сюда положил и все нормально. Тут еще кстати есть этот круиз-контроль. Едешь например по трассе. Какую скорость надо выставил ее. Чтобы педаль не держать постоянно на газу. Нажимаешь вот сюда раз и все. Включается круиз-контроль. И машина держит постоянно вот выбранную скорость. Тоже очень удобно. Ну и просторный салон. Удобно. Места много. Так что машина хорошая. Вот я вот в детстве ездил летом и на юг и на север. Как начинались летние каникулы. Либо первый месяц я проводил в городе Тюмени. Либо. Ну как бы обычно. Когда как получалось. Либо первый месяц сразу же ехал на юг. Потом второй месяц в Тюмени проводил. А в августе уезжали на север. Остались очень много воспоминаний с этими. Приятных воспоминаний с этими путешествиями. С поездками. Есть что вспомнить вообще. Это детскую память впиталось очень хорошо. И я вообще как бы рад. Что у меня такое детство было. Что я путешествовал и на море ездил и на север ездил. На севере мы там собирали ягоды, шишки, грибы. Отдыхали, рыбачили, охотились. Очень много впечатлений. Ну на юге там ели фрукты. Купались на море. И вообще вот по детским воспоминаниям. Конечно юг мне больше нравился всегда. Не знаю может быть море мне. Ну как то вот. Больше по душе. Конечно на севере тоже хорошо было. Так что не переживайте что дети. Вот ездят они там. Думаете им впечатление. Они видят всю страну. Это же интересно. В этот раз заехали на Мамаев, Курган. В следующий раз еще куда то там заедем. Ладно. Так. Многие в комментариях там пишут что покажите огород. Что там с вашим огородом. С огородом конечно вообще тихий ужас. Так что кто там хочет написать какие то комментарии свои. Уже приготовьтесь злобные комментарии писать. Ну и пофиг как бы. Не знаю там вообще что то выжило нет. А нет. Картофель мы уже выкопали. Пробовали. Варили. Хороший картофель. Нормальный. Потом покажем. Трава выросла вообще больше человеческого роста. Какие то как камыши или что такое там. Хрен знает. Заросло вообще очень конкретно все. В прошлом году когда мы приехали. Травы как то меньше было. Потому что жара стояла и дождей не было. Сейчас тоже очень жарко. Как приехали полили розы. Они все нормальные. Живые. Но цветы немножко что то то ли отсвели то ли еще что то. Так что в порядке все. Виноград. Вон смотрите уже. Виноградик наш. Тоже полили как приехали все. Виноградик. Тут вот розы в тенечке хорошо себя чувствуют. Ну тоже полили их. Грецкий орех. Много грецкого ореха. здесь тоже вот ветки как разрослись и орехи у нас здесь вообще где качель как тенек такой как домик какой-то получился кстати не знаю показывал или нет сделал здесь что из шланга на вид чтоб веревки не перетирались сделал сейчас жарко так все дома сидят у нас там кондиционер работает дома прохладно хорошо здесь тоже он виноград растет тоже разросся осенью потом обрежу его хорошенько разросся так перетащили вот сюда столик со скамейкой здесь тень здесь сидим отдыхаем так вот что странно что абрикос вообще не было у нас три дерева абрикосовых вот оно дерево если в прошлом году мы осенью приехали и здесь вот этих косточек вообще было очень много абрикосовых то в году то ли не урожай то ли чё вот на этом дереве нет абрикос на большом на том тоже нету абрикос и он на том тоже нету абрикос так вот саженцы вот этот вот что-то подвял немного а вот эти два тоже их все пролили нормально чувствует себя тоже пролили саженцы а вот яблоки счета все еще не пойму вот они зелененькие яблочки висят а здесь то ли уже это это вот это уже второй урожай что ли лечу не пойму а здесь вот они как бы спелые уже опавшие он они валяются как бы вроде как созрели что не знаю непонятно что-то творится так вот их пробовали они кисовые здесь вот тоже грецкий орех растет во всю а самородина тоже живая тоже полили ее самородину а чё там еще в теплице тут вот тоже что-то какие-то маленькие яблоки или такие не помню такие они были маленькие тоже яблоки я думал вот этим огурцам вот в теплице точно хана придет они живые и он уже как на семена можно семенные стали огурцы вот один он второй он еще там хотим конечно вот это черешня уже вся но мы ее поели хорошо компоты сварили варенье вишню не попробовали а там и птицы съели и и практически всю здесь вот у нас уже есть грецкий орех ой футы грецкий фундук вчера пробовали вечером может такой молочный вкусный вот он вот вон вот можно уже есть его срывать он так то тоже не сильно много там вот здесь вот на груши уже появилась одна грушка где-то тут еще было маленькая совсем это дерево но уже появляются плоды одну нашел а вот она еще одна грушка уже хорошо не пойму вот есть одинаковый чё еще что лет этот грушу посажено где-то там еще на одной груши тоже были на маленькой тоже тут груша маленькая на таком маленьком деревце уже появляются игрушки здесь вот саженцы тоже себя хорошо чувствуют вот это вот это подождите это ну вот те он это уже вот вот эти мы уже сажали этой весной это персик вроде бы а он выцвелся картинки надо было кто-то говорил на железной этой банки писать на жести саженцы все в порядке тут тоже саженец нормально все нормально тут у нас более-менее все в порядке так но на самом огороде это вообще кошмар какой-то не знаю косить но надо будет подкашивать найти эти грядки это все-таки картошку мы заходили вот туда выкапывали может сейчас попробую выкопать картофелину ваня качаться что ли прибежал ванечка бегает играет а наташа где с матвеем дома все сидят высокая какая где-то вот тут вот грядки то это здесь здесь он здесь где-то ладно и саженцы надо будет аккуратно косить чтобы не скосить их вот нашел это арбузы надо болеть будет что-то нихрена тут они ну вот они как-то вроде бы живут кстати брат который сюда приезжал здесь смотрел я ему говорю так вот что-то где-то покосишь вот там вот там косил а здесь когда пускай пофиг чем он же на море ездил отдыхал он не приехал сюда работать посмотрел немножко за домом да поехал домой вот брат мне присылал фотографию из тюменской области сейчас покажу вам там такой арбуз в тюменской области вырос ну а здесь надо было поливать наверно тоже вы выросли вот они что-то тут нужно будет доделать забор сделать сетку рабицу а вообще у нас участок то не сильно такой уж большой как некоторым кажется он сейчас покажу значит вот до отсюда он доходит а на той стороне скашивать все придется опять грядки возможно может быть сюда куда-то поближе перенести вот здесь вот странно почему-то не такая трава большая вот она границы вот вот это все наши а это уже там слева не наши может где-то здесь вообще грядки вот эти разместить чтобы поближе воду носить можно было а вообще какие планы на будущее заведем кур бройлеров там уже посмотрим может что-то еще у нас тут один сарай 2 3 вот здесь вот хочу сделать мангальную зону с навесом со всеми делами тут плиточкой выложить все забор надо будет какой-то из этого профлиста сделать крыльцо отремонтировать и это парадное крыльцо сделать козырек лавочки еще хочу сделать из железа попробовать сделать это тоже кольцо перила покрасить сюда вот хочу новую плитку сделать вот эту старую плитку вот здесь много должно хватить на то крыльцо тут еще сюда вот уже новую прикупить перила покрасить здесь прибить какие-то деревянные совсем забыл сказать ну как приехали значит поехали в магазин надо было продуктов купить и за одним заехали в мебельные магазины посмотрели кровать ну кровать короче матрас один там 18 тысяч стоит и увидели кухню она правда не по размеру по нашим но сам дизайн понравился спросили у продавцов они сказали что смогут по нашим размерам уже составить такую же кухню только побольше сделать так что не знаю может закажем смотрим я вообще думал может быть самому попробовать кухню это сделать я думаю что съездим с нашими размерами пускай они нам скажут какая цена он сколько лос а потом уже будем думать они тут тоже пьют водичку а потом будем думать уже это заказывать кухню либо пробовать самому сделать и и вот у нас кондиционер тут подставили ведра капает водички он уже набралось практически полное ведро потом чего-нибудь поливаем жарко да пока значит есть возможность съездить на море пока все не закрыли там опять эти всякие карантины поедем мы на море крым поедем детей надо сводить сводить на море а то живем возле море можно сказать на море то есть по пальцам сочетать сколько раз были всем пока скоро на лайв канале из города и вот дерево да это груши смотри нет вот попробуй вот не знаю чудо лучи она тоже не спела еще она не спела попробуй я пробовал вот напишите что-то такое мне кажется это луч а вот смотри пазан эй стоять закуска куда убежал закуска убежал яблочки странные яблочек они это груши ё-моё это груши сладко смотрите какие как кенгуру он видишь заяц я думал это собаки какие-то не надо есть фигня das ё-моёら я же говорю не надо это вот 2 вот это 2 оп Субтитры подогнал «Симон»